Харе Кришна! Поскольку мы находимся в Майяпурдхаме, и завтра у нас в Гурапурниме, мы подумали, что нужно поговорить и посмотреть на пример сотрудничества преданных, спутников Господа Читани. Они показывали эту культуру сотрудничества, культуру любви между преданными, и мы решили почитать из истории очищения храма Гундича. Вот это удивительный пример сотрудничества, где никто даже не говорил никакие слова, кроме Кришна, Харе Кришна. И они замечательно сотрудничали, поэтому интересная такая игра. Что-то я тоже не вижу. КЕКАТА КУДАЯ САБА ЭКАТРА РИБА ЯРА АЛПАТА РАДХАНИ ПИТХА ПАНАЛАЙБА Подбирая соломинки и соринки, в сочетании Махапрабху говорил, «Я проверю, сколько мусора собрал каждый из вас, и тому, кто старался меньше всех, придется заплатить штраф сладостями и сладким рисом». Комментария здесь нет. Следующий текст. Это, значит, у нас какая глава? 12-я глава Матхьялилы. Это был текст 132-й. Значит, дальше 133-й. Так, все помещения храма Гундичи были полностью вычищены и вымыты. Все они стали прохладные, безупречно чисты, как безгрешный умиротворенный ум. Комментария нет. Я прочитаю еще без перевода. Следующий текст. Когда воду из всех помещений, наконец, выпустили через отверстия, казалось, что целые реки устремились к океану. Текст 135-й с комментарием. «Все дорожки за воротами храма тоже стали чистыми, и никто не мог сказать, как это произошло». А здесь нечто удивительное в этом стихе описывается. То есть уже стало непонятным, как все остальное очистилось. То есть мы думаем об очищении сердца, стараемся, а как же все остальное тоже очищается. Это подобно какому-то, ну, удивительному явлению, необъяснимому явлению. Вот что значит сознание Кришны. Мы удовлетворяем Кришну, а в итоге оказывается, что все счастливы. Нам не нужно заботиться о каждом отдельном моменте. Если Кришна доволен, оказывается, вот такое чудо происходит духовное. И вот, в соответствии с этим, здесь говорится, что они вроде бы мыли храм, но за воротами храма дорожки тут тоже стали чистыми, и никто не мог сказать, как это произошло. Почему так произошло. Комментируя описание уборки храма Гундичи, Шила Бхатистан Сарасвати Такур, говорит, что Шичитане Махапрабу, будучи наставником всего мира, на своем примере учил нас тому, как призвать Господа Кришну, верховную речность Бога, в свое чистое умиротворенное сердце. Если человек хочет, чтобы Кришна воцарился в его сердце, он сначала должен очистить свое сердце, как рекомендуйте Шичитане Махапрабу в Шикшаштыке, чета дар панамарджанам. В особенности, в этот век, людские сердца нечисты, что подтверждается в Шимадбхагаватам Хрида Антастхастхи Бхадрана. Шичитане Махапрабу советовал всем повторять мантру Харе Кришна, чтобы очистить свое сердце, свои сердца от накопившейся там скверны. Первым результатом этого будет чистота сердца Чета Дар панамарджанам. То же самое утверждается в Шимадбхагаватам 1.2.17. Шринвантам свакатха Кришна пуння шраванакиртана. Хрида Антастхя Бхадрана Витунати Сухридсатам. Шикришна, Личность Бога, который, как Параматма, сверхдуша, пребывает в сердце каждого, является благодетелем искренних преданных, очищает сердце преданного от стремления к мирским удовольствиям. Когда у того появляется потребность слушать рассказы о Господе, эти рассказы сами по себе пробуждает в человеке добродетель, если их правильно слушать и повторять. Как-то я повторяю джапу и думаю, где же вкус? Где вкус? Вот святое имя. Вот уже какой-то круг. Никакого вкуса. Нет. Есть свойство анализировать, изучать, что он тут делает. Как будто слушаю даже. Нет вкуса. Что есть мантры, что нет. Бывает такое? Часто? Постоянно? Постоянно не должно быть. Но в тот момент я обнаружил одну вещь, важную для себя. Важную, потому что мне удалось самому это определить. Для меня это было определенное достижение, шаг в самопознании. Вдруг я обнаружил одну вещь, что я жду, когда я закончу повторять мантру. Я повторяю с этим чувством ожидания, когда оно закончится. Внимательно. Внимательно повторяю и жду, когда все кончится. Вот такой был момент. Это значит, что сердце нечистое. Вот есть и внимание, есть и джапа, есть и отведенное время, подходящее. А результата нет, потому что сердце не настроено на это, не подготовлено, не очищено. Как же очистить сердце? Говорят, а ты обратись к святому имени без ожидания. Просто обратись. Вот в тот момент самоанализа мне помог. Я просто стал слушать мантру без ожидания. И вкус сразу появился. Сразу в ту же самую минуту все открылось по-другому. Снова все оживать начало, мысли, чувства и так далее. Итак, это очищение сердца. Кришна входит сам туда. Это подобно тоже чуду, неожиданностью большой жизни. Есть такие моменты, неожиданно, когда Кришна вдруг проявляет себя. И мы даже не можем понять, почему вроде бы ничего такого не сделал. Но вот это очищение сердца, работа черная. Вроде бы она не приносит пользу другим, особенно заняты своим очищением, но приносит удивительный результат. Когда Кришна проявляется там, как пхава, или как настроение служения, мы начинаем много полезных вещей думать и делать. Это как чудо. Человек вроде жил, заботясь только о себе, о своей семье, долго заработать деньги, только он получил эту возможность воспевания, теперь он, смотрите, бегает повсюду, распространяет книги, распространяет прасад, хочет что-то делать, что это такое произошло? Его сердце очищается. Если преданный действительно хочет очистить сердце, он должен слушать о величии Господа, и прославлять Его. Синватам свакатха Кришна. Нет ничего, кроме проще, проще. Кришна Сам поможет очистить сердце, ибо Он уже пребывает в Нем. Кришна хочет и дальше находиться в нашем сердце, руководить нами, но для этого необходимо, чтобы сердце наше было так же чисто, как храм Гундичи, после того, как его убрал Господь. Читание Махапрабу. Поэтому преданный должен очищать свое сердце, как Господь очищал храм Гундича. То есть в этом смысл этой лилы. Здесь упоминается уже не раз как важно слушать о Кришне, слушать. Значит, можем выделить как вывод нашего семинара, как сутра, какую-то формулу, что духовное сотрудничество основано на шраме, на слушании. Мы сосредоточены слушать. Слушать Кришна Катфу, слушать духовного учителя, читать книги Прабхупады, слушать наставления, слушать друг друга, если мы хотим сотрудничать. Принцип везде, вот этот главный, шравана. Это основа сотрудничества. Слушая, понимаем. Понимая, можем совершать служение правильно. Правильно. Значит, вот эти вещи нужно делать правильно, как в знании. Можно, конечно, и в невежестве что-то делать. Тоже ошибки Кришна устранит, позаботится, если мы еще невежественны, ничего страшного. Но совершенство жизни, когда мы эти простые вещи делаем в знании, в сознании Кришны не становятся уже не простыми вещами, они становятся чудесными вещами. Тот же Праса становится чудом трансформирующим сознание людей. Та же Харе Кришна мантра становится чудом экстатическим, трансформирующим сознанием, слушателей. То есть качества обретаются великие, в простых вещах происходят великие вещи. Океаны трансцендентных энергий помещаются в этом Шраваном и Киртаном. И начинается именно со Шраваном сближение, понимание, взаимодействие. Вот это Шраваном Киртаном никогда не должен прекращаться. Когда он прекращается, это симптом либо гордости, либо высокомерия, либо какой-то анардхии, что человек думает, ну я достаточно послушал, я теперь вполне квалифицирован, недостаточно своей мудрости уже и опыта. Это такая некая анардхия, высокомерия или гордыня. Когда был день явления Байхистана в Агриндаване, для меня было откровение в том, что когда я пришел в храм поклониться, я асанишили прабхупаде, по обыкновению, я там не увидел прабхупады. Можете там был Байхистана в Агриндаване. И у меня был вопрос, а где же прабхупады? Где прабхупады? Это законное место прабхупады, асана, основатель ачарья в храме, всегда мы приходим сначала кланимся дандават прабхупады, всем божествам. И тут я прихожу, прабхупада нет. Там Байхистан Сарасвати сидит. Хорошо, ладно, сегодня день явления, а где прабхупада? Где? И вдруг я смотрю, опускаю взгляд вниз. Прабхупада сидит внизу, на маленьком возвышении. Для меня было такое блаженство увидеть это, что прабхупада смиренный ученик Байхистан Сарасвати, такая великая личность, он смиренный ученик, любящий, смиренный, преданный ученик своего духовного учителя, вот это урок, как великолепно, как красиво, как прекрасно это сочетание, величие глубокого смирения. А что он там не судил? Он слушает духовного учителя наставления, он вечный ученик, он вечно слушает один и те же наставления. Гуру Магараш мне сказал в последнее время, будь осторожен, майя действует против проповедников. И в умении просказал, Гуру Магараш, но я это уже знаю. Потом подумал, как уж я ученик, если я так думаю. Я ничего не знаю. Ты должен просто слушать, Гуру, если это Гуру. Мало ли, что я знаю, что не знаю. Я, может быть, слова эти слышал, но мне нужно это понять всегда глубже от духовного учителя. В этом ценность. Шравана. Мы слушаем одно и то же. Очень хорошо. Повторение, мать, учение. Это и есть сотрудничество. Это я уже слышал, это я уже знаю, этого я уже видел, этого я уже понял. Этих я уже как облупленных знаю всех. Они такие, такие, про каждую могу рассказать. Это что такое? Это высокомерие. Здесь бы я остановился и передал бы, чтобы были следующие комментарии. Очень хорошо. Итак, сердце должно быть полностью свободно от всех посторонних мотивов. Шилару Пагасвами говорит, Таня Билаши. Таня Билаши Ташуням, Гена Карма, Дя Навритам. Иными словами, не должно быть никаких внешних мотивов. Не следует пытаться улучшить свое материальное положение, постичь Бога с помощью умозрительных рассуждений, действовать ради наслаждения плодами своего труда, совершать суровую аскезу. все это препятствует естественному развитию сознания, естественному развитию спонтанной любви к Богу. Если подобные желания присутствуют в сердце, следует понимать, что оно нечисто и недостойно стать обителью Кришны. Не очистив сердце, невозможно ощутить присутствие в нем Господа. Важный момент здесь Шила Парпада пишет, что надо преданные они придумывают какие-то суровые аскезы, чтобы добиться, чтобы Кришна в конце концов как-то открылся мне. Иногда они постятся, не знаю, там могут делать разные подвиги. Или преследуют какие-то другие мотивы. Но это все загрязнение, которое не позволяет, Кришна не откликается, не приходит. Но когда Кришна видит, когда преданные сотрудничают друг с другом и для его удовольствия делают что-то вместе, то есть когда мы находимся отчужденно друг от друга, то есть мы находимся в юниористичной позиции, здесь очень большая вероятность того, что наше предное служение сквернится какими-то мотивами, потому что я на платформе своего я нахожусь. Но когда мы делаем что-то вместе, тут моё я перестаёт доминировать. Естественным образом мы начинаем что-то делать, просыпаются какие-то другие более чистые чувства. здесь общий результат, уже нет своего претензии на каких-то желаний. Поэтому именно в совместном служении преданные очень быстро очищаются. Я это наблюдаю постоянно в сознании Кришны, когда преданные вместе что-то делают, даже простое служение, они очень быстро профессируют, прямо на глазах просто. Можно увидеть, что через короткое время, даже буквально недели проходит, преданный просто сиять начинает. И наоборот, когда преданный как-то отчуждается, начинает практиковать какие-то аскезы свои, то есть у него какой-то суровый вид становится, напряженный какой-то становится, недовольный чем-то. Вот, поэтому Шила Пропада он и хотел, чтобы преданные действовали сообща, это было его желание, были вместе, вот, не, никуда-то не уходили из общества преданных, продолжали служить вместе, вот, это секрет. Вот, само по себе преданное служение очень простое, то есть нужно просто вот вместе с преданными делать что-то, стараясь удовлетворить Шила Пропада, удовлетворить духовных учителей, ну, вот, Гуру Парампору нашу, Господа Читанию, вот, и будет происходить чудо, вроде бы мы делаем простые вещи, можем просто просад вместе приготовить, или просто даже убрать что-то, но будет происходить вот этот эффект очищения сердца и ощущения присутствия Господа в нашей жизни, это секрет. Вот, дальше, Шила Пропада пишет, под материальными нажеланиями подразумевается стремление выжать из материального мира как можно больше наслаждения. На современном языке это называется экономическим развитием. Чрезмерное стремление к экономическому развитию образно сравнивает с соломой и песком в сердце. если человек слишком поглощен то Шила Пропада в номер подчеркивает слишком слишком да то есть вот это вот чрезмерная поглощенность экономическим развитием то есть это то что может переключить сознание преданного другую мотивацию включить в нем. Вот поэтому чрезмерное стремление к экономическому развитию сравнивают с соломой и песком в сердце. Если человек слишком поглощен материальной деятельностью сердце его будет постоянно пребывать в беспокойстве. Как говорит об этом Наратам Дастакур Иначе говоря попытки обрести материальные богатства идут вразрез с принципами преданного служения. К материальным наслаждениям относятся большие житоприношения призванные принести благоденствие раздача милостыни подвижничества вознесения на высшие планеты и даже просто счастливая жизнь в материальном мире. То есть это разные мотивы которые могут присутствовать в сердце преданных или сердце людей которые находятся здесь в материальном мире или пытаются практиковать преданное служение нам нужно быть осторожным чтобы эти желания не заслонили преданное служение вот и для этого важно быть в общении с преданными и вместе с преданными продолжать практиковать преданное служение современное материальное благо можно уподобить пыли материальной скверной поднятая бихрем кармической деятельности эта пыль заполняет сердце так зеркало сердца покрывается пылью людей привлекает разнообразная благочестивая и греховная деятельность но они не сознают что из-за этого их сердца жизнь за жизнью остаются грязными если человек не способен отречься от желания наслаждаться плодами своего труда следует понимать что его сердце покрыто пылью материальной скверны большинство карми убеждено что от последствий одной кармической деятельности можно избавиться с помощью другой это конечно же заблуждение тот кто пребывает в подобной иллюзии обманывает сам себя такую деятельность сравнивают с купанием слона слон моется очень тщательно однако выйдя из реки сразу же набирает песка и обсыпается им если кто-то страдает в результате прошлой кармы ему не удастся избавиться от страданий просто совершая благочестивые поступки никакие материальные планы не смогут избавить человечество от страданий единственное что может облегчить страдания человека это сознание Кришны когда человек встает на путь сознания Кришны и посвящает себя предному служению Господу которое начинается с прославления и слушания о величии Господа сердце такого человека начинает очищаться когда же сердце станет полностью чистым можно будет отчетливо увидеть Господа безмятежно выседающего на троне нашего сердца Шумат Бхагаватам 9468 Господь подтверждает что он пребывает сердце чистого преданного Садхапоу Хридайон Махям Садхунам Хридайям Твахам Нечистое сердце это самое большое препятствие в сотрудничестве но не само по себе если мы осознаем что наше сердце нечистое если мы видим свои проблемы это делает нас смиренными и если мы смиренные то сотрудничество очень легко проблема самая большая проблема это когда сердце нечистое но человек считает что то есть преданный считает что все уже у него хорошо несмотря на нечистое сердце гордость это препятствие смирение это главное условие для сотрудничества и определить это очень легко гордость обозначает что человек хочет говорить хочет чтобы его слушали смирение обозначает желание слушать и вот самое большое преимущество того что сейчас происходит это то что все без исключения имеют возможность слушать и поэтому если мы просто сосредоточимся на слушании все проблемы уйдут все проблемы сотрудничества все препятствия в сотрудничестве естественным образом уйдут я помню Гасай Махараш однажды приехал в одну общину и преданные в общем лидеры собрались у них там конфликты были какой-то не могли никогда говориться вот и они все долго рассказывали что как и он сказал одну фразу которая просто в десятку попала он говорит проблема в том что никто из вас не как бы не хочет слушать других то есть нету вот этой склонности просто слушать то есть нет никого кого бы вы слушали у вас все хотят говорить у всех есть свое мнение вот и это конечно сложно я помню очень такой все так задумались сразу точно он попал в этом вот поэтому это важный момент искреннее желание менять себя а не не просто менять все вокруг под себя да то есть это вот мы хотим сотрудничать но хотим так чтобы все было под меня такое сотрудничество не получится вот но если мы находимся в обществе преданных и искренне хотим себя менять то тогда все очень легко становится вот это называется простота духовной жизни такой преданный искренне вот когда что-то происходит он начинает пытаться понять что-то я может не так делаю почему это сейчас со мной происходит вот если же попытка все как-то под себя подстроить то тогда там возникает какая-то дипломатия еще что-то вот начинается вся это очень тяжелое какое-то сотрудничество вот поэтому спасибо у нас тут есть несколько вопросов которые нас попросили ответить вот и первое это почему сотрудничать важно для духовной жизни каждого отдельного предназначения для всего нашего общества в целом почему почему важно этот принцип сотрудничать почему Кришна Бог почему есть духовный мир к этой же теме относится вопрос о сотрудничестве зачем сотрудничать бизнесмен бы сказал что сотрудничаем мы больше заработаем денег как-то эффективнее работать будем также Кшатри организатор сказал бы что так мы смогли сделать сильную организацию могущественность будем сотрудничать в единстве находиться рабочий класс тоже бы сказал что мы так могли создать успешное общество со всеми удобствами потребности удовлетворить все свои любые сотрудничать все знают что сотрудничество это хорошо но мы с вами как бы люди духовные зачем нам это можно в гималаях медитировать можно дома медитировать для чего так потому что юга дхарма в кали югу не повторение джапы а санхиртана санхиртана включает в себя две вещи воспевание громкое совместное святого имени и распространение славы святого имени вот это наше движение вот это вот поэтому это хорошо это достигается легко и я попытаюсь еще раз сейчас одну мысль прояснить для себя и потому что я ее так и не донес не смог просто пока еще не нашел слов но попытаюсь найти какие-то слова поскольку мы уже много услышали настроенные что успех духовной жизни сейчас в наше время оценивается не личными достижениями это невозможно стать таким великим ачарей как Парупада или как Шанкар Ачарь или Мадавачарь или Романуджа Ачарь или Иисус Христос или Гаридас Такур мы медитируем может быть иногда вот на таких личностей кто-то хотел бы стать таким же человеком не в этом дело Господь Читания принес другое Даса Даса Экстаз Экстаз духовного мира где каждая Ачарья где-то явление обычное но в чем же там экстаз если там нет возможности выделиться быть выше других Кришна превосходит все экстаз служения вот этот экстаз особенно глубокий особенно очищающий это полная что принес Господь Читания что мы наслаждаемся совместным блаженством усиленным блаженством не индивидуальным блаженством усиленным в сотни раз в Санкиртане в совместном воспевании в совместном распространении вот 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 это нам нужно почувствовать в сотрудничестве чтобы мы сотрудничали ради вот такого сотрудничества ради совместного служения чтобы удовлетворить Кришну все вместе это великое счастье говорится, которая останавливает влияние века Калии. Даже океан порока можно остановить. Не знаю, как у меня получилось передать, что это счастье выше, что я хотел сказать, выше индивидуального прогресса и роста, выше индивидуальных достижений. И когда приходит эта вот позиция ума не слушать, а уже отстаивать, говорить, утверждать, бороться за какой-то формулировки собственного уже ума, ну, как правило, когда приходит представление о себе новое, например, я старший предан. Кто-то сказал, я услышал и я подумал немножко, действительно, что неофит какой-то? Дайте я скажу тебе. Вдруг я просыпаюсь, знаете, в страсти как-то я уже просыпаюсь. Видели такую картинку? Нет? Ой, это смешная картинка. Ну, уже все преданные знают. Кто-то она прислала картинку из преданных по почте. То ли преданные сами нарисовали эту картинку, то ли кто-то ее приспособил. Ну, в общем, я смеюсь каждый день, когда смотрю на нее. Только у меня портится настроение. Говорю, Гурченко, открывай картинку. Я смотрю, и не могу держаться от смеха. Вот при любых обстоятельствах смешная картинка. Что-то нарисовано. Там два персонажа, лев и заяц. Это рисунок такой, реплексонный, карикатурный. И, значит, лев, он сидит на стуле в полоборота. Ноги у него тонкие свисают, и хвост между ногами свисает. Вот так вот. Сидит очень хмурый и злой, молчаливый. Смотрит, значит, на доктора. Лохматый такой, злющий, серьезный и в смирительной рубашке. Уже смешная картина. А там за столом, значит, врачебным, заяц сидит, значит, в одеждах врача. У него такой белый колпак, халат и ручка. И он там, значит, историю болезни пишет. И, значит, у него вопрос, значит, озвучен тут. И как давно вам стало казаться, что вы старший преданный. Я как посмотрю, вспомню, а не могу. Он просто не разбирается. Мне остановиться невозможно. Как-то вот с юмором такой точно подмечено. Это смирительная рубашка. Этот лев, знаете, такой серьезный, злой такой. Этот заяц такой, знаете, невозбудимый в очках. И как давно, аналитик такой, знаете. Как давно он стал казаться, что вы старший преданный. Ну, история болезни. Хорошо старшим преданным так иногда посмеяться над собой. Ты старший преданный, я старший преданный. Кто кого будет слушать, интересно. Как мы сможем сейчас договориться с тобой на каких-то условиях новых нужно это делать. Вот эти идеи. Какая-то новая самооценка может быть. Иногда это бывает инициация. Жил человек, мирно служил. Вот. И выслуживался вдруг, знаете, у него инициация теперь. Ну, первая еще, ладно, бог с ним. Ну, вторая уже, простите. И вот он начинает. Поэтому мы предупреждаем всех, когда собираемся на инициацию, на вторую особенно. Я это говорю только для вторых. Для вторых инициации. Что преданных заранее знали. Не для этого мы получаем вторую инициацию. Что потом на смиренную рубашку и анализировали, что, когда это вообще началось с вами. С момента инициации. С момента инициации. Если бы что-то со второй инициации началось. Иногда я слышу, я получил эту вторую инициацию, и тоже началась у меня чистка. Ну да, потому что мы также предупреждаем высокомерие на какое-то время, отождествление с этим. Первая, кто придет нас поздравить с этим, она высокомерие. Ой, поздравляю. Такой успех, такой успех. Ложный отождествление скажет, я тоже, я присоединяюсь. Нам нужно это принять, отождествить, я понимаю, да. Но тут нужно быть осторожным. Осторожным, чтобы не впасть вот в высокомерие. Высокомерие качество демоническое, а на самом деле служение приносит мир. Шантим гят мам. Шантим рич хати. Умиротворение очень важно. То есть счастье начинается с мира в обществе. Наша задача с вами вот сотрудничать, чтобы мир установить в умах, в чувствах. Что мы даже плохо думать ни о ком не думали. Я спросил Гуру Махараджи, что вот меня вот волнует вопрос. Не знаю, сказать про вопрос не сказать. Вообще секретная информация. Но для ретрита можно, да. Так, хорошо. Я говорю, у нас духовная организация. Я вот об этом думаю. Духовная организация. С духовной точки зрения есть такое понятие, как всепрощение. Буквально так описывается. Всепрощение. А с точки зрения организации есть наказание. Я спрашиваю, вот как эти две вещи сбалансировать? Всепрощение и наказание. С одной стороны, мы как духовные лидеры, мы должны уметь прощать и быть настроены чисто духовно. Никому не питать неприязнь, что бы там ни произошло. Описывается все к друзьям, к врагам. То есть не делить эти вещи, вот равно ко всем относиться и прощать. Вот Брама – это самое все прощающее существо во Вселенной живых существ. Поэтому он Брама. Он такой великий Брама. Если мы хотим тоже стать духовно сильными, мы должны уметь прощать. Потому что если мы не прощаем, значит, мы привязаны к плодам труда. Значит, мы все еще к кармическим менталитетом. А организация? А у него еще есть обязанность наказывать. Вот духовная организация. Вот как сочетаются эти две вещи противоборствующие? Ответ не скажу. Очень конфиденциально, очень секретно. Поэтому вот это я не могу сказать. Может быть, кто-то ответит? Может быть, вы подумаете об этом? Я бы не хотел сейчас просто формулу какую-то выдать. Хотел, чтобы приятно поработали, подумали тоже над этим. Это тоже касается сотрудничества. Потому что иногда мы видим, что кто-то что-то делает не то. И вот мы тоже начинаем противостоять. Как применить какие-то духовные принципы, чтобы это все-таки называлось сотрудничеством? Или что Сагра Маград что-то знает? Опасно рядом с телепатами сидеть. Ну, я не знаю, просто это предположение. И хотелось бы, чтобы как-то вот понять, угадал я или нет. Потому что ответ, который напрашивается, это мы прощаем всех в любых ситуациях, если по отношению к нам делается что-то неправильно. Но мы не можем позволять, чтобы по отношению к другим преданным совершались неправильные вещи какие-то. Правильный ответ? Нет? Ну, с одной стороны, да. Да. Но все равно остается тот же самый вопрос. Как бы справедливо, справедливо. А все-таки духовная жизнь подразумевает все прощения. Даже выше просто справедливости, да. Как Арджуна хотел же оставить поле битвы. Говорит, ты же не насилие все-таки выше, чем насилие. Хотя ты правильная вещь говоришь, но все-таки не насилие выше насилия. Почему же я не прав, если я хочу оставить поле битвы ради ахимцы. Другую дхарму принять, более высокую дхарму принять. И все же вопрос может остаться, да, при этом что хотят. Это справедливый ответ. Кеша Макрадович, что-то сказать. Это просто мнение. Просто наше мнение. Мы обсуждаем. Может, преданным что-то скажем. Как совместить организацию и духовную. Вот это все прощения и наказания. Конкретно два момента. Ну, как вот, если преданный, который, ну, совершил, например, какой-то проступок, за который положено организационное наказание. Если он, если с ним, как, общаться как именно с душой и, ну, с преданным и помочь ему, если он осознает свою ошибку и он готов, ну, как бы хочет изменить что-то, то тогда он может принять наказание как милость, которая поможет ему измениться. То есть это как духовный подход. То есть у меня был опыт, когда один преданный мне признался, что у него, ну, сложности определенные с принципами были. Вот, и он там в интернете находил какие-то фильмы, вот, смотрел, ну, так сказать, развратные всякие и так далее. И потом у него начинались сложности, как бы с принципами. Вот, и он сказал, я не знаю, что делать. То есть я как только еду домой, у меня все это сразу взрывается, или как только я уединяюсь, вот, начинается такая проблема. И я с ним начал разговаривать, что это, ну, это определенная анардха, которая есть в сердце, и чтобы от нее избавиться, тебе нужно определенное покаяние сделать. И мы с ним проговорили вместе, пришли к пониманию, какую ему нужно покаяние определенно сделать, чтобы, ну, как бы себя наказать, да, то есть таким образом. Вот, и он это принял, принял сознательно, и вырос в результате, то есть он постепенно избавился от этой сложности, то есть у него появилась какая-то сила, вот, и сейчас он нормальный преданный, продолжает преданное служение. То есть в духовной организации не столько упор делает, то есть здесь как бы наказание есть, но важно, ценно было бы, чтобы это было сознательное такое наказание, не знаю, я об этом сейчас размышляю. Тогда получается духовная организация, то есть она не гасит дух, а пробуждает, даже наказание оно помогает дух, ну, как духовно расти преданному. Вот, если это удается сделать, то, наверное, это будет успех нашим. Ну, это все хорошие ответы, да, это же Мадыкини, пожалуйста. Я думаю о Широпаупаде. Как Широпаупаде, он вообще руководил большую организацию. И мы можем посмотреть, что он был достаточно строгим. И мы можем посмотреть, что он был достаточно строгим. И если преданный сделал что-то не так, то Широпаупада никогда не позволял, чтобы эти проблемы продолжались. Он очень сурово поправлял преданных. В то время, в том числе, это было, в самом деле, американский сленг. Это язык, о котором идет речь, это американский сленг. Мы всегда говорили, что Широпаупада дал мне соус. Как на американском говорят Широпаупада, подлил мне соус, то есть задал мне жару. Но когда лидер или преданный говорил Широпаупада, да, я понимаю, я очень раскаиваюсь. Прабхупада сразу же смягчался немного. Но не полностью. Девотея, лидер или девотея, должен предложить решение, чтобы решить проблему. Потому что он ждал, что преданный предложит что-то, что может помочь решить проблему. И после этого уже Широпаупада по-настоящему смягчился. И даже не вспоминал об этом больше. Но этот тяжелый частизм был из-за любви. Но его порицание было основано на любви. Он хотел, чтобы вся организация поднялась на уровень Мады и Мады и Кари. Но когда Широпаупада приехал в Лондон последний раз в 77-м году, его настроение полностью поменялось. Он больше никого не поправлял, как должен был делать Духовный Учитель. Он уже, естественно, действовал на уровне Уттама и Кари. Он видел только замечательные качества преданных. И он просто прославлял преданных и благодарил их со слезами на глазах. Один из преданных, которого звали Джая Тирта Брабху, он возглавлял английскую проповедь в то время. И Широпаупада говорил, что «Ты являешься той самой Тиртхой, у которой я приехал принять прибежище». И вот так он прославлял каждого преданного по отдельности. Так что, да, есть два уровня действия. Но они, на самом деле, связаны. Потому что даже если Духовный Учитель кого-то поправляет, то это делается из сострадания ради того, чтобы достичь успеха. в миссии спасения обусловленных душ. И это вопрос баланса, равновесия. Но я должен сказать, что мы очень рады услышать секрет, который Джайпатакамараш поделился с Читаянчандра-чараном Рабху. Я забыл, к сожалению, ответ. К сожалению, я забыл ответ. Кто-то может попереводить для Биджая в Рабху? Если он, конечно, останется. Сначала я скажу, как я это понял философски, что Гуру Махараш ответил практичный вопрос. В Бхагавадгите говорится, Кришна говорит, что из подавления беззакония Я наказание. Помните, да, этот стих? Из подавления беззакония Я наказания. И когда мы передаем учение Кришны, обучаем кого-то, нам рекомендуется думать, что не мы обучаем, а Кришна через нас обучает. Мы как инструменты действуем. Это распространение. И книг также касается. Любого служения это касается. Значит, когда мы проповедуем, мы должны осознавать, вот это осознание Кришны иметь. И также, когда приходится наказывать кому-то, как с точки зрения администрации или закона, он должен осознавать, что Кришна это делает. Это не я делаю. Я не имею прав таких ополномочий. Лично кого-то наказывать. И в Бхагавадите Кришна, даже имея это осознание Кришны, ты даже убивая, не убиваешь людей. Вот это и есть сознание Кришны. То есть, это высшее дхарма, это высшее ненасилие. Даже исполняя такие обязанности, как шатрия на поле битвы Крукшета, Кришна говорит, что ты свободен от насилия, от этого сознания насилия, от последствий насилия. Ты не совершаешь насилия, ты совершаешь ягоды. Доброе дело, фактически. Это вот вопрос сознания Кришны. А в обществе, в нашем, мы преследуем цель какову? Защищать. Защищать кого-то от насилия, скажем, из злоупотребления, если кто-то из лидеров использует других для своей выгоды или чувства наслаждения. Какие-то формы насилия мы наблюдаем, нарушение закона. И мы применяем закон только для того, чтобы защитить людей от насилия. С этой целью. Не с целью, чтобы кого-то унизить или ненавидеть, а с целью именно остановить. При этом мы стараемся вдохновить этого человека после этого наказания, оставаться в сознании Кришны, продолжать преданное служение, посильное возможное в его ситуации. И ждем, когда он восстановится со временем. Вот такие вот несколько моментов, которые я вот усвоил из этого разговора. Ну и все, что мы услышали, все также очень важно и полезно. Но как я понял, как я понял, что выход как бы в этой ситуации, вот этого конфликта материального и духовного именно в сознании Кришны. Вот в сотрудничестве также вот выход тот же самый, оно основывается на сознании Кришны. Только таким путем можно научиться сотрудничать. Вот поэтому для нас так важно обрести сознание Кришны через сотрудничество, нам будет легче. Может быть, это будет трудно в какой-то момент времени сотрудничать. Это трудная задача, правда? Почему человек в этом мире считается индивидуалистом? С ним не сотрудничать ни с кем, пока ему не заплатят деньги, ничего делать не хочет. Особенно ценного. Не посвящает жизнь ничему, нет, нет, нет. Индивидуализм – это отказ от сотрудничества. Но если мы посвящаем жизнь сознанию Кришны, нам придется сотрудничать. Это необходимость. Итак, чтобы принять сознание Кришны, нужно принять как бы все эти правила, предписания, наставления ачарьев. Нельзя принять только яйцо без курицы, нужно также принять курицу целиком. Хорошо. Что у нас еще остались вопросы? Здесь. Насколько важно сотрудничество было в глазах Шилы Прабхупады? Ну, мы это уже упоминали, что Прабхупада дал это одной из, если не последней наставления, одной из последних наставлений. Значит, очень важно. Из всех наставлений последнее считается наиболее важным. Когда спросили Прабхупада, как мы вас можем удовлетворить? Он сказал, ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать. Вот такая сильная установка. В этом главный критерий. Как-то мы уже упоминали о важности. Вдохновляющая история о том, как в читании Лили проявлялось сотрудничество преданных. Расскажите Лилу. Может быть, что-то из Гундича Лилы можете рассказать, как она начиналась. Какие были процессы этого очищения, как это сотрудничество развивалось там. Госпочитание, он пришел вместе с преданными. Он лично украсил каждого преданного сандалой и пастой, гирляндами. И раздал инструменты служения. Метлы распределил служение между преданными. И преданные начали... Госпочитание сам начал служить. Причем, описывается в читании Штамрите, что он убирал так, как будто у него было десять рук. То есть его гора, которую он... То есть там было состязание, кто больше мусора соберет. И у Госпочитания всегда оказывалась гора больше. Как премы не старались. И было очень интересно, как... Если Госпочитание видел, что кто-то из преданных как-то, знаете, начал... Ну, не очень... Знаете, иногда мы что-то делаем в служении, и потом начинаем о чем-то думать. И как бы наша концентрация уменьшается, и мы не очень эффективно начинаем в этот момент служить. И Госпочитание видел, что кто-то не очень прилагает, не очень энтузистично служит. И он очень интересно его поправлял. Он подходил и говорил, слушай, как ты хорошо служишь. Может быть, ты других бы тоже научил, как лучше. И преданное ему становилось не по себе, и он с удвоенной силой начинал служить. И преданные при этом не говорили ничего, кроме Харея Кришна, Кришна, Харея Харея. То есть они переговаривались с махамантрой. Но все понимали, кто что хочет сказать. Кто-то говорит, принеси горшок воды, Харея Кришна. Кто-то говорит, щас, Харея Кришна. И так вот махамантра звучала повсюду. Проявилась удивительная атмосфера любовного сотрудничества, когда преданные делали все это вместе. И Госпочитание своим примером очень вдохновлял всех. Он с огромным воодушевлением тоже очищал храм Гундича. Это был очень вдохновляющий опыт для всех преданных. Вот поэтому такой один из ярких примеров, собственно, почему мы сегодня эту историю выбрали. Потому что она потрясающе иллюстрирует вот это сотрудничество преданных. И как результат этого это то, что все почувствовали, очистив храм Гундича, они почувствовали, что их сердца очистились. И наступило такое, знаете, умиротворение и какое-то блаженство внутреннее. Вот как Шила Прапада пишет в комментарии, что в чистое сердце входит Кришна, то, что преданные ощутили. Это вот такой результат сотрудничества. То есть если преданные что-то искренне делают вместе, сотрудничая, желая удовлетворить Кришну, то результат будет такой, что у них будет наступать вот это удивительное состояние какой-то внутренней чистоты, умиротворения и счастья духовного от ощущения милости Кришны. Есть история какая-то? Когда вы говорили насчет важности сотрудничества, я заметил, что были упомянуты кшатри, вайши и шудры, но про Брамана пречь не шла. И я слышал такое утверждение, правда я не встречал его, ну то есть как бы не читал. Было бы интересно узнать изначальный источник, что Шила Прапада сказал, что шудры всегда будут коммунистами, байши капиталистами, кшатри монархистами, а Браманы анархистами. Вот, и эта тенденция, она очень сильно заметна в искон, что вот когда человек, ну только пришел, он такой смиренный, он сотрудничает очень хорошо, да. Вот когда какое-то время прошло, уже оперился, то есть шнур появился, все уже с ним просто так сотрудничать. То есть надо очень хорошо постараться, чтобы с ним посотрудничать. И я подумал, что анархия и анартхия, два таких слова связанных между собой. То есть, ну вот, это представление, что анартхия, мать порядка, оно очень ложное представление. И вот это, как это не прискорбно, брахманическая обусловленность такая, да, потому что у меня есть духовное знание, духовная практика, я могу уже как-то на людей влиять. То есть я уже получил какие-то результаты, то есть уже все от духовной организации я взял все. И поэтому, ну, зачем мне сотрудничать? То есть мотивация заканчивается на этом, да, на сотрудничество. И именно поэтому важно мотивацию поменять. Потому что в конечном итоге, если человек действует вот так, как сепаратист или индивидуалист, в конечном итоге, ну, счастливым он не будет в сознании. Потому что он может, конечно, достичь каких-то материальных результатов, которые потом потеряет, но счастье это ему не принесет. Есть много примеров сотрудничества в читании Чаритамрити, там огромное количество примеров. Есть такие короткие истории, как господочитание с преданными проводили Киртан, Киртан, и все это были счастливы. Счастливы, трансцендентные, счастье разлилось повсюду. И господочитание спросил преданных, что вы сейчас хотите больше всего? Все поняли, что сейчас господочитание исполнит любое желание. И они захотели манго. Спел их манго. Это был не сезон манго. Не было даже цветов манго. И господочитание отломил веточку манго-дерево и воткнул ее в землю перед собой. Это место есть на парикраме, где вы проходили. Наверное, слышали эту историю. У всех на глазах выросло дерево манго. Тут же стало расти на глазах. Огромное, раскидистая. Покрылось листьями, побеги свежие, потом цветы, потом запах манго. И в конце концов появились плоды весистые, сочные, без косточки и без шкурки. Прямо это был готовый манговый сок. Это пример сотрудничества. Вот такие результаты. Интересно то в этой истории, что преданные в этом состоянии, они верили, они понимали, что все возможно по милости господочитания. Потому что если бы они не верили, они бы не сказали про манго. Потому что не сезон манго. Где господочитание? Есть быть манго. Они не думали об этом. Они с полной верой, они понимали, что это что-то особое. Особое сейчас отношение складывается. Особая атмосфера. Атмосфера духовного мира, где исполняются все желания. То есть это плод сотрудничества, о котором мы сейчас как раз говорили. Коллективный плод сотрудничества. Когда мы абсолютно уверены, что в нашем обществе все возможно. Распространить миллионный книг – возможно. Построить храмовидическое планетарие – возможно. Нет ничего невозможного. Это плод все-таки этого сотрудничества. Принятие решений, работы, совместных усилий. Это невозможно было сделать в одиночку. Даже очень великому человеку. То, что уже искон за эти годы сделал. То есть прупада дал нам вот этот дух сотрудничества, который делает нас могущественными. И мы гордимся исконно. Возможно, мы не очень гордимся своей личной духовной жизнью. Но мы гордимся, что у нас есть храмовидическое планетарие. Есть Майяпура Вриндавана. Есть Джаганатхапури. Есть храмы по всему миру. Есть преданные по всему миру. Есть ученики Прабхупада. Есть книги. У нас есть чем гордиться. Видите, это плод сотрудничества. За всем этим стоит эта чистая личность, трансцендентная Прабхупада, ради которой мы можем сотрудничать друг с другом. Другой пример сотрудничества, как супруга Шриваста Кура готовила на кухне. И ворона украла у нее посудинку с топленым маслом с подоконником. Прилетела, схватила и вылетела. Она села и заплакала. Топленое масло. Сейчас не знаю как, но нужно добыть. Это ценное что-то. Нужно приготовить. Масла нет. Ворона украла. Сейчас муж придет. Обед не готов. Масла нет. Она сидит расстроена и плачет. И тут нейтенанда появляется. Мать, что ты плачешь? В чем проблема? Он веселый всегда. Он же нерадостный. Сотрудничает. И тут пример сотрудничества. Она говорит, ворона украла у меня крынку с маслом. Сейчас муж придет. Будет ругать меня, что я плохая хозяйка. Не приготовила обед из-за какой-то вороны. А ворона она унесла куда-то эту крынку. И вернулась снова на дерево напротив. Сидит, дальше смотрит, что еще украсть. И тут нейтенанда узнала об этой проблеме. Подошел к окошку и говорит, эй, уважаемая, ну-ка принеси-ка обратно эту плошку. Она почти улетела. Вернулась, поставила плошку, снова села на дерево. Пример сотрудничества еще один. Выбирайте роли здесь. Кто роль нейтенанда, кто роль маленький, кто роль вороны. Ну, в общем, вот тоже можно распределить это все, обсудить философски. Однажды нейтенант сидел в доме. Анашеваста Кура, насколько помню, да. В блаженстве вспомнил Господа Читанию. И такая любовь нахлынула на него, трансцендентная. Он сказал, сходи, хозяин сказал, сходи в сад. Собери цветов в Малати. Жасмин. Я хочу сделать гирлянду для Махаправу. Господин сказал, сейчас нет, Жасмина, не сезон. Сходи, может быть, найдешь несколько цветков, сказал господин Тенанда. Очень нужно. Ну, раз Тенанда сказал, пойду посмотрю. Ну, я точно знаю, какие сейчас цветы Малати. Он вышел в свой сад, увидел, что у вас старый лимон весь зацвел цветами Малати. Очень удивился, но собрал их, принес Господин Тенанде. И он сделал гирлянду, предложил Господи Читанию. Другой пример сотрудничества. Другой пример сотрудничества. Я собрался на Санкт-Киртун, как-то помню, впервые в жизни. Услышал просто лекцию, что мы не кошки и собаки, что мы родились не для того, чтобы есть и спать, мы должны распространять книги про упад. А я сказал Жене, завтра я пойду книги распространять прямо на улицу. Это время, когда все были по тюрьмам уже преданные. Я герой, значит, я вдохновился и сказал Жене, завтра еду. Это пример сотрудничества. Но наутро я передумал. После просада подумал, я вчера как-то погорячился, конечно. И думаю, ну, Жена забыла, наверное, про это. Я сижу, читаю после завтрака. Но она сотрудничала. Пошла и спросила, а ты вроде как собирался на Санкт-Киртану? Говорю, да, я не забыл, я собираюсь на Санкт-Киртану. Итак, я пошел на Санкт-Киртану. Это еще один пример сотрудничества. Есть какие-то примеры сотрудничества? Ну, в играх господочитания все время удивляет этот момент, когда преданные, видя какое-то состояние господочитания, читают именно тот стих из Багады, который поддерживает это настроение господочитания. Это удивительный пример этого сотрудничества. И, то есть, кто-то мог бы попытаться, как бы, показать свою эрудицию, например, или что-то там проситировать. То есть, если у нас себя это делает, то тогда нет этого единения. Это, конечно, очень возвышенные примеры, но вот это то, в чем живут преданные. То есть, они чувствуют настроение друг друга, вот, и поддерживают друг друга вовремя, помогают. И вот с господом Читани, то есть его спутники, они всегда поддерживали его настроение, читая соответствующие молитвы, да? Но если кто-то не мог сотрудничать, например, когда Валабхачарья пришел и сказал, я тут, мой комментарий превзошел Шидхару с вами, да? И Госпочитания сказал, что тот, кто не следует за с вами, тот проститутка, да? Вот, и так он его отчитал, и тот принял это искренне, вот. Вот, но вот Сварупа Дамодара, он таким образом определял, кто готов, содручный, кто нет, кто квалифицирован, кто нет. Вот, но близние спутники Госпочитания, они были вот в таком настроении, они всегда были, чувствовали настроение Госпочитания. Руба Госвами смог даже написать стих, который Госпочитания загадочно очень произносил, другой стих он написал, слова Шимати Радхарани, и Госпочитания удивился, как он понял мой ум, я же никому не говорил об этом, никто не знал. Ну вот, и Сварупа Дамодара тогда сказал, что если ты кого-то не благословишь, кто может что-то подобное сделать. Вот, то есть это примеры сотрудничества. Да, это удивительный пример, вот. И последний вопрос мы адресуем, Матыш Деваки здесь? Вот, для нее вопрос будет, переводите последний. Как, как сохранить в сердце те ценности и настроения, полученные в Святой Дхаме и на ретрите в частности? Да. Может быть, вы можете повторить эту трансляцию? Да, да. Как мы преследуем эти реализации и инспирацию мы получили от ретреата? И от Дама. И от Дамы. И от Дамы и от Ретреата. И от Ретреата. Как мы преследуем это? Да. И принимаем это домой с нами? В этом сложность. Очень часто эти вещи останутся с нами за некоторое время, но потом они легко уходят снова. Какое-то время это вдохновение сохраняется, а потом уходят куда-то. Поэтому очень важно на таких мероприятиях участвовать периодически. Так же, как важно подзаряжать батарейки мобильного телефона. Поэтому нам тоже надо периодически подзаряжаться. наоборот. И если мы будем периодически подзаряжаться, то мы не будем терять этот заряд, наоборот. Мы будем постепенно повышать свой уровень. Потому что Святая Дама обладает громадным духовным могуществом. И уезжая из Святой Дама в западный мир, мы подвергаемся нападкам материальной энергии со всех сторон. И очень быстро можно растерять все то, что мы здесь получили. И мы можем, конечно, помнить о том, что мы здесь получили. И мы можем делиться своими реализациями. ими впечатлениями для того, чтобы сохранить благо, которое мы здесь получили. В духовной жизни чем больше мы отдаем, тем богаче становимся. Потому что духовная жизнь противоположная материальному. Материальность жизни, чем больше отдал, тем больше потерял, а в духовной жизни наоборот, чем больше отдал, тем больше получил. Также мы можем сохранять молитвенное настроение, молиться Шелепраупаде и Духовному Учителю для того, чтобы сохранить то, что мы получили. Сохранить все понимание и вдохновение, которые у нас появились здесь. Может быть, Мандакини Матери хочет что-то добавить. Похоже, это было достаточно. Исчерпывающее объяснение. Делиться, иметь настроение, молитвенное настроение. Достаточно исчерпывающее объяснение было. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну и можно добавить, что сотрудничая, можем этот дух поддерживать на местах. Сотрудничая в преданном служении. Там, где есть сотрудничество, там присутствует Господь. Святая Дхама, сотрудничество, это Киртан, это служение совместное, это участие в миссии. Это все наши задачи, которые Пропад нам дал. Что мы распространяли Дух Святого Места. Манируют через преданное служение. Появляются центры, храмы, намахаты. Вот мы это поддерживаем. Это трудно, поэтому время от времени приезжаем снова в Дхаму заряжать батареи. Сейчас есть такие автоматы, они стригут траву. Я видел во Франции это. Стригут траву на батарейках сами, без человека. Там складывается программа. Они видят всю территорию, которая необходима, и методично ее объезжают и стригут. Строга по часам, в какие-то дни хозяин вообще не обращает внимания. Сама машина все делает. Я говорю, как же, если заканчивается электричество, что делать? Говорит, нет, она сама. Как только заканчивается электричество, она раз-раз-раз-раз какая-то подсоединяется. Вот надо научиться так же. И снова стричь траву. Снова стричь траву. Никаких проблем. Интересно, правда же? Все будут удивляться, как у них получается, откуда у них энтузиаст. Но мы заряжаемся. И снова работаем. Теперь у нас по программе большой киртан. У нас два махараджа, поэтому вдвойне будет большой киртан. И теперь они решат, кто начнет, киртан, кто продолжит. Я думаю, мы попросим читание вчера на Брабусске. А мы будем танцевать. Все будет. Все будет. Ну, спасибо. Продолжение следует...